Эксперт Мурат Сайпудинов показывает, как ранее выглядели разрушенные объекты культуры. Уникальные памятники археологии уничтожены бизнесменами самым варварским способом. Культурный слой срезали бульдозером и на месте холма сейчас стоят теплицы. Мы видим, что теплица заняла весь холм. Сделали с этой стороны весь сюда и мы видим, что она полностью разрушена. Этот памятник археологии называется Геметюбэ. Здесь ранее специалисты частично проводили исследования. Тогда ученые обнаружили под землей древние поселения, которые относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Главы муниципальных образований, сельские поселения в отчасти не знают, что на их территории находится объект культуры. В генопланах не отмечены, где-то генопланах и нет. Интересно осваиваются земельные участки. Если посмотреть район, Кайкинский район и дальше чуть южнее, у нас огромные площади под теплицами. Как объект культуры федерального значения оказался в руках предпринимателей, пока не ясно. Мы решили узнать у самих владельцев теплиц. Ворота, конечно же, нам никто не открыл, но мы решили связаться по телефону. Бизнесмен утверждает, что земля потомственная и во время работ никаких артефактов владельцы земли не находили. Вот эти вещи, которые говорят, кувшины, мувшины, памятники, и вот эти моменты, конечно, не были там. Это уже не дурак же, разрушить памятник, построить теплицу. То есть, когда вы выравнивали землю, вы ничего не находили? Мы сейчас послушали хозяина теплицы. Он говорит, что при работах ему не встречались никакие артефакты. Но вот, буквально двух метров от ворот, мы видим фрагменты керамического сосуда, который валяется в грязи. Это венчик сосуда, крупного тарного сосуда. Также мы видим фрагменты отщепов керамических. Все растоптано, весь археологический материал валяется на полу. Фрагменты керамики вот. В администрации района поясняют, разрешение на строительство каких-либо объектов власти не выдавало. Никакие разрешительные документации на земельные работы и так далее не выдавалось. По этим двум фактам создана межведомственная комиссия. На основании этой комиссии будут даны дополнительные еще ответы по этим двум вопросам. Здесь, в Каякенском районе, от рук предпринимателей пострадал не один памятник археологии. Таких случаев множество, говорят ученые. Тепличный бум здесь оказался разрушительным для науки. Сколько еще важных для археологии находок были перемолоты ковшами, определить сложно. Пример Каякенской геметюби. Это хом, он в науке значится под названием геметюби-1. Там были еще второй, третий. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда все три памятника разрушены. И науке нанесен колоссальный ущерб. А этому объекту более пяти тысяч лет. Относится к эпохе ранней бронзы. Строительные работы здесь пока приостановлены. Зато хорошо видны следы варварской деятельности. Вся территория здесь усыпана осколками старинной керамики. Сейчас первоначальная задача для археологов и для специалистов хотя бы сохранить объект в том состоянии, которое мы видим, что прекратить его дальнейшее разрушение. Ушерб причинен на памятнике более полтора тысяч квадратных метров. Это, можно сказать, одна третья этого поселения. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Археологи говорят, главное в такой ситуации суметь сохранить хотя бы то, что осталось. Батимат Ханапова, Ирина Канберова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Каякенский район.